Пересеченные украинцы, они в неделю, ну, сейчас достаточно холодно, они седают перед телевизором и отдыхают. А вы, троехи по иначшему, уже второй тиждень проводите свою неделю, свой выходный день. Ну, на самом деле, по-разному провожу выходные, ну, и не вторую, там, в ноябре тоже были выходители на митинги против продажи земли, против продажи Украины. Ну, я сейчас доктору вернусь. На самом деле, доктор – это на выпущение степени. И доктор медицины – это всего лишь частный случай. Доктор технических наук, доктор математических и так далее. То есть, врач, врач, вот врач лечит, да, то есть, независимо от того, является ли он доктором медицины или всего лишь кандидатом медицинских наук. А что касается этих митингов, ну, у нас есть претензии к правительству и к власти. А вы знаете, нас обманули, ну, то есть, многих обманули, из тех, кто поверили Зеленскому. Да и вообще, они делают не то, на что мы рассчитывали. Ну, вот лично я рассчитывал на то, что правительство не будет разбазаривать страну, а вместо этого будет предпринимать действия, направленные на то, чтобы страна немножечко жила лучше. Ну, в конце концов, давайте посмотрим, какой у нас корень бед и в чем корень зла. Корень зла в том, что предприятия экономикообразующие, предприятия в добывающей промышленности, прирабатывающей промышленности, крупнейшие предприятия в энергетике, растащили за бесценок олигархи. И что нужно делать по нормальному, нормальному рачительному хозяину? А мы, народ, хозяин вот того, что у нас украли, это забирать нужно. Мы рассчитывали, что наши слуги, они же сами себя позиционируют, слуга народа. Причем взяли это еще у Иосифа Зеленовича Сталина, который называл депутатов слугами народа. Мы рассчитывали, что эти слуги народа будут отрабатывать за нас. Мы рассчитывали, ну в конце концов, первый пункт Зеленского, народовластие, настоящее народовластие, народ будет участвовать в законодательстве, народу дадим право вето, накладывать вето на любые решения власти. Это первый пункт его программы, это первый пункт программы уже потом слуги народа. Где это все? Мы этого не получили. Более того, мы видим, что действия правительства, ну они противоположны тому, что обещали. Например, говорили о тарифах. Тарифы не снижаются, несмотря на то, что конъюнктура рыночная, импортная, ну в частности, по покупке импортного газа, она благоприятствует. Ну вот две цифры приведу. 173 доллара – это средняя цена растаможки газа импортного, входящего в Украину, по состоянию на декабрь 2019 года. То есть месяц назад вот 173 доллара. Год назад, январь 2019 года, по-моему, 324 доллара, если не ошибаюсь, или 326 долларов. То есть почти в два раза выше в долларовом исчислении. Если доллары образца января 2019 года перевести в гривны по курсу 28, и доллары образца декабря по курсу 24 перевести в гривну, то разница составляет 53%. Более чем в два раза газ подешевел. Ощутили ли мы на своих платежках это? Более того, они же пошли на хитрости разные. Типа вывели, например, стоимость транзита газа из той платежки, которую мы получали. И там немножечко произошло уменьшение. Но, выведя эту стоимость транзита, транзита поставки, транспортировки газа, они эту стоимость повысили в полтора раза. То есть, ну вот по Киевской области, в частности, она стоила там порядка 60 или 50 копеек, стала стоить более гривны. То есть, что произошло такое? Что ж такого произошло на переходе из 2019 в 2020 год? Вроде гривна укрепляется, и все у нас хорошо, как говорит правительство. Вы понимаете, может, эти деньги они как раз хотят дозаработать для того, чтобы на реформу направить. Например, Гончарук, вот сейчас, он сказал наступное, что нам необходимо трошечки оновыти наших людей, которые работают безусловно в Кабинете Министров, и поселить социальный блок в Уряде. Но он, правда, не сказал, каким чином он собирается это делать, но мы можем себе уявить, что он просто собирает зараз гроши для того, чтобы потом отдать людям. Вы не думаете про это? Конечно, и мы с вами даже можем этих людей по фамилиям вспомнить, начиная от Джорджа Сороса и заканчивая Ваним Александровичем. То есть, да, наиболее, мы можем предположить фамилии этих людей. Может быть, мы кого-то забудем, может быть, мы забудем Якусь приборальности, например, в палаце Богдана, или у Зеленского какого-нибудь родственника забудем, или еще что-то, но мы примерно понимаем, о каких фамилиях ее тречит. Как будет выглядеть усиление социального блока? Ну, я предполагаю, что они примут какое-нибудь постановление, что, может быть, они примут какой-нибудь закон, но они же всегда реформы проводят. Как они отчитываются? Мы приняли какой-то закон, мы приняли какой-то закон. Раньше как отчитывались? Он, наверное, недавно пересмотрел поздравление Брежнева с новым 1970-м годом. Высадили луноход на Луне, построили столько-то квадратных метров жилья, которые дали бесплатно людям. Построили столько-то заводов. Я должен давать бесплатно, потому что не выгодно. Мы построили города, города, целые города. Это отчет вот этого антинародного проклятого режима, который занимался... А, и людей у нас стало больше. А как отчитывался Зеленский? А он говорит, я не буду рассказывать, что я сделал. Ну и правильно, потому что тебе нечего сказать. Вот и то же самое по правительству. Как они отчитываются? Мы подготовили закон, мы приняли закон. Офигеть. Килограммами бумаги. Я понимаю, если бы они были пионерами, которые собирали макулатуру, и они подчитывались. Мы собрали 100 килограмм законов, макулатуру сдали, эту хрень. Но он же отвечает за правительство. Он же должен говорить. Не то, что мы там какие-то законы приняли, которые мают творит из килька рабочих мест. Проходит это время, на которое он анонсирует. А смотришь, рабочих мест все меньше и меньше становится. А он вот отчитался так. Мы что-то сделали, и у нас 100 тысяч рабочих мест. Ну или даже тысяча рабочих мест. Причем эта тысяча рабочих мест производит что-то полезное. Они же как создают эти рабочие места? Вот сейчас создадут какой-нибудь еще комитет социальной допомоги кому-нибудь. В этот комитет по социальной допомоге кому-нибудь назначат голову целовекомитету. Назначат заместителя головы целовекомитета, секретаршу, водителя, уборщицу, головных проведенных специалистов этого комитета. Наберут человек 50, это по минимуму, бездельников. Отчитаются. Смотрите, мы створили еще 50 рабочих мест. Для Украины, как страны. Для украинцев, как народа. Что это даст полезного? Ничего. Поэтому мы вот, в частности, в воскресенье выходили. И одно из требований. Отставка этих. Пока, пока. Гончарка, пока. Вот за Гончарком прячется Зеленский. Продолжение следует.